Виктор Вячеславович 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 Создание экономического союза А там остаются Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан Вероятнее всего Вот эта борьба За лидерство В Центральной Азиатском регионе Не дает покоя Султану Назарбаеву Он хотит Один на один Оставить Ислама Каримова Который Вячеславович Вячеславович Виктор Вячеславович Виктор Вячеславович Ну вот с Каримовым Все понятно Тем более Узбекистан В принципе Вышел из состава Евразес Но он специально Оговаривал там Права Какие-то своеобразные Двух других государств Я имею ввиду Таджикистана И вот Киргызстана И в частности Вот что меня заинтересовало Ведь в Евразесе Киргизистан И Таджикистан Были полноправными членами А в таможенном союзе Назарбаев предлагает Их рассматривать Исключительно Как наблюдателей И не говорит Пока ничего Больше Вот за этим что-то стоит Вот как вы это оцениваете Я думаю Что в этой ситуации Есть определенный страх Потери контроля По прохождению товаров На границе Если Киргызстан Входит в таможенный союз Или прекращает действия Евразес То товары могут Пересекаться через границу Киргызстана И приносить прибыль Уже Киргызстану Казахстан в этой ситуации Потеряет определенный доход По отношению К движению товаров Я думаю Что вот страх По потере контроля Над границей Которые сегодня Ощущает сам лично Назарбаев В Казахстане По отношению К тем товарам Которые поступают Извне В частности Из Китая Огромное количество товара Идет через Казахстанскую границу То не исключена возможность Что они пойдут Через Киргызстан Потому что граница Между Казахстаном Киргызстаном Поэтому он обеспокоен Лучше Киргызстан Привести в разряд Так сказать Наблюдателя В таможенный союз Чем Оставлять эту структуру Которой будет заниматься Сегодня И как он сказал Будет дублировать Действия Этого органа Который будет призван Оказывать содействие Государства Входящих в таможенный союз В дальнейшем И экономический союз Вот еще была одна Такая интересная Мне показалась цитата Когда Нурсултан Назарбаев Сказал что Ну с таким обиженным видом Что вот дескать По транспортировке Нефти не договорились По железнодорожным тарифам Не договорились По электроэнергии тоже А уже рассуждаем Ну и дальше продолжил О всяких интернационных проектов Вот в связи с этим У меня возникает Такой вопрос Какова реальная цель Постоянных разговоров Об интеграции Которой вот ведет Нурсултан Абишевич Назарбаев У меня такое Складывается впечатление Что его главное Добиться Это улучшение Конкурентоспособности Для казахстанской нефти Которая поставляется На экспорт И пополняет Ну скажем так Карманы Группировки Правящей в стране Алексей Это немаловажный вопрос Бесспорно Назарбаев видит Увеличение Так сказать Преференции По отношению К основным Экспортным товарам Которые идут Из Казахстана Мы видим Что это основное Углеводородное сырье Плюс полезные Ископаемые И то что Сегодня он достиг И добился Построив Нефтепровод Непосредственно В Китай Который позволяет Порядка Порядка 20 миллионов тонн Нефти Перетачивать Непосредственно В Китай Минуя Все Преграды Все Так сказать Барьеры Которые существуют Сегодня Пользуясь Используя Нефтегазовые Так сказать Магистрали Российской Федерации Я понимаю Что Здесь Желание Назарбаева Получить максимальную Выгоду Меня тоже Немножко удивило Когда С обиженным видом Назарбаев Говорит о том Что Вот В частности Мы имеем Такие барьеры Наше мясо Казахстанское Не поступает В достаточном количестве В Россию Белорусское молоко Не поступает В Казахстан Главное В этой ситуации Добиться Деференции Для Казахстана Я прекрасно понимаю Пожаловался Президент Большой друг Президента Российской Федерации Что Его электроэнергия Сегодня зажата Через территорию России Электроэнергию Продать На ту же Украину Или Белоруссию То Надежда Есть на то Что Путин топнет С ногой И скажет Своим энергетикам Ну-ка пропустите Казахстанскую энергию Пусть напрямую Продает И успокоится В этом плане Хотя Понимая Что Сегодняшних Мощностей В электроэнергетике Казахстана Не будет Достаточно Для того Чтобы продавать Какое-то Определенное Количество Электрической энергии За пределы Казахстана Но если Такой барьер Есть Нужно обязательно Поставить его В главу угла И сказать Что Какие-то Вопросы Сегодня решаются Виктор Вячеславович Ну вы Отлично Знаете Я думаю Ситуацию В энергетике Казахстана Есть ли у него Вообще Возможности По экспорту Потому что Когда возникает Вообще Эта дискуссия На тему Что Экспорт Из Казахстана Не растет То возникает Такой естественный Вопрос А есть ли Что реально Экспортировать В рамках Таможенного Союза В Казахстане Самые главные Экспортные возможности Казахстана Конечно Это Сырье И нужно Прямо сказать Что Назарбаев Принимает Лихорадочные Меры Для того Чтобы максимально Это сырье В связи За пределы Казахстана Получить Максимальную прибыль Но максимальную прибыль Не для народа Казахстана Поскольку Сегодня Все это Углеводородное Сырье Продается Совершенно Другими Компаниями Совершенно Другими Подразделениями И вся прибыль Вытекает Совершенно В другие Карманы Лозунг Назарбаева Пусть предприятие Работает Выплачивает Заработную Плату Платить Налоги Нам достаточно Пусть все Это работает В розыск Вчерашнего дня Сегодняшняя Экономическая Ситуация Показывает Что Прибыль Которая Получается При добыче И переработке И продаже Углеводородного Сырья Должна делиться Соответствующим Образом Между Компанией Который Добывает И тем Государствам Которые Представляют Услуги Для этой Компании Дает Возможность Работать Подобычу Этого Сырья В Казахстане А все Остальное Практически Сегодня Не пользуется Спросом Посмотрите Казалось бы Казалось бы Компания Казахмыс Имея Медипломильный Завод Джасказгани Выпуская Черновую Медь Катодную Медь Могла бы Организовать Производство То Которое Сегодня Является Высокой Технологичности И Продавать Уже Готовую Продукцию Так Нет Принято Решение Казахмысом О закрытии Данного Производства И руду Добываемую В Сатпаеве Отправлять Непосредственно В Китай Для того Чтобы Китай Получал Добавившую Прибыль Высокую Добавившую Прибыль От глубокой Переработки Медии Ну это Разве Правильный Подход Это Маленький Пример Я вам Привел А Казахмыс В свое Время Закрыла Такой же Медиплавильный Завод В глубоком Когда Губернатор Восточного Казахстана Мед Воевал С Казахмысом Но ничего Не смог Добиться 1200 Человек Оказались Вообще В этом Небольшом Поселке В районном Центре Без работы Без средств К существованию И где-то Грубо говоря 5-6 тысяч Человек Жители Этого Поселка Которые Питались От этого Завода Остались Вообще Без денег И то же самое Я смотрю Джасказгане Принимается решение Реализуется И ни о чем Никто не думает И не говорит Поэтому Было удивительно Конечно Высказывание Султана Назарбаева Хотя Прекрасно Понимаю Это было сделано Только для того Чтобы повысить Свой авторитет И торговаться Что вот я Сегодня Вхожу в Таможенный союз Но вместе с тем Вот такие-то Вопросы И решаются Если говорить Об электроэнергетике То В последнее время Практически Не было введено Каких-то мощных Больших мощностей В Казахстане Чтобы продавать Продукцию За рубеж Казахстана Единственный блок 300 мегаватт Был демонтирован Отработавший Свой ресурс И смонтирован Евразийской группой На Аксуйской Агресс Бывший Ермаковской Агресс Хочу сказать Что может быть Майнакская Агресс Которая Была В конечном итоге Запущена И я думаю Что она будет Вырабатывать Дополнительную Электрическую Энергию Но там Мощность Не такая большая 200 мегаватт Поэтому Говорить о том Что какой-то поток Электрической энергии Хлынет сегодня На экспорт Из Казахстана В другие страны Это несерьезно Нереально Но возможности Возможности для этого Теоретически У Казахстана Существует Безусловно Да По развитию Конечно Существует Алексей Но тут даже Говорить нечего Даже если взять Экибастузскую ГРС-2 Если бы Финансовые ресурсы Не тратились Елбасы Вот так Как он потратил На выкуп Назад У американской Компании За почти За 2 миллиарда Долларов Экибастузскую ГРС-1 А деньги Направил На дальнейшее Так сказать Увеличение Мощности Строительства Блока Номер 3 Блока Номер 4 На Экибастузской ГРС-2 Ввести Положим Миллион Киловатт Мощности Установлено Если может На 8 тысяч Часов Хотя бы В году Она работает На полную Мощность Миллион На 8 тысяч 8 миллиардов Киловатт Часов Электроэнергии Блок Был бы Дополнительный Выработка Электрической Энергии В Казахстане Тогда Можно Говорить И об Экспорте Продукции Из Казахстана Электрической Энергии В другие Страны Вот В связи с этим Конечно же У меня возникает Такого общего Плана Вопрос Который Задают Уже Много Я бы Сказал Леты Многие Люди Эксперты Они Задаются Так Вопросом Насколько Честны Насколько Как бы Светлые Помыслы Нурсултана Абишевича Назарбаева Который С 1994 Говорит О необходимости Интеграции Экономической России Казахстана И теперь В более Широких Рамках Но в реальности Все Критики Этих Так скажем Заявлений Говорят Одно Что Нурсултан Абишевич Назарбаев Человек Который Никогда Не разменяет Монополию Не только На политическую Но в том числе На экономическую Власть Контроль Над бизнесом Вот И поэтому Все его Заявления Об интеграции Они упираются До того момента Когда ему Придется Какой-то части Своей Монополии Поделиться С некими Конкурентами Из других Государств Значит В этой ситуации Алексей Я думаю Что аналитики Имеют Почву Под ногами И Нурсултан Назарбаев Который Сегодня Является Единаличным Руководителем Казахстана И Никого Практически Не подпускает К этому Процессу В ручном Режиме Ведет Регулирование Экономики Казахстана И Все Что связано Сегодня В Казахстане Делается С личного Зрешения Нурсултана Назарбаева И Конечно Он не будет Делиться Никогда Своими Возможностями Своими Правами И Учитывая Ситуация Которая Сложилась Тогда Уже на Узене В декабре Вы помните Это Подтолкнуло Назарбаева Поединенный Шаг По созданию Таможенного Союза Ведь до этого Он же Противился И не хотел Отдавать Какие-то Свои Функции Какой-то Над Государственной Структуры Которая Могла Бы Организовать Более Компетентно Более Правильно Всю Работу Связанную С созданием Единого Таможенного Пространства Единого Экономического Пространства Ясно И Понятно Поэтому Абсолютно Аналитики Права Я подчеркиваю Что Назарбаев Готов Был Подписать Документы Все Которые Мы Предложили В декабре Когда После Женназинских Событий Он появился В Москве Но Спасло То Что Документы Были Переяснены На подписание 2015 Года И Тоже С его Подачи Вы помните Когда Шок От Событий В Женназин Прошел И Он Предложил Давайте Мы Подпишем Документы Где-нибудь Начало 2015 Года Таким Базон Взял Тайм Аут Взял Передышку Для того Чтобы Осмыслить И в какую ситуацию попал Лично Назарбаев Проводя Свою Политику И Сейчас За эти годы Найдя Определенный Выход Из ситуации И Учитывая То Что Изменилось Толкование Всех Процессов Со стороны Глав Государств Входящих Таможенный Союз Даже Лукашенко Заявил Что Суверенитет Не икона Главное Благосостояние Народа Если Этого Блага То Можно Поступиться Суверенитетом Государства То есть Видите Уже Меняется Вообще Мировоззрение И руководителей Государств Лидеров Этих Государств С учетом Реальной Экономической Реального Экономического Ситуации Реальной Экономической Состоянии Ситуации В целом В мире И Каждый Понимает Что Только Благодаря Объединению Интеграции Увеличения Так сказать Рынка Сбыта Товаров И Увеличение Рынка Труда Улучшение Процессов Происходящих На этих Рынках Позволит Этим Государствам Быть Конкурентоспособными Почему Почему Сегодня Таможенный Союз Боится Вступление Украины В Евросоюз И Подписание Хотя бы Этого Соглашения Когда Украина Получает Практически Преференции Страны Евросоюза Потому что Нет На сегодня Конкуренции И даже Казахстан Если взять В целом За 20 с лишним Лет Правления Султана Назарбаева Практически Не были Созданы Условия Для Конкуренции И выпуска Продукции Что там Говорить Это же Так И только Сейчас Спустя Столько Лет И попав В такой Глубочайший Экономический Кризис Хотя Султан Назарбаев Пытается Всему Мировому Собществу Доказать Что Казахстан Практически Не повлиял Вышел уже Сегодня Из Состояния Кризиса И Экономической Ситуации Стабильно И как Он заявил На съезде Что Рост ВВП В 2013 Году Составит 6% Кровь 2012 Года Но нужно Посмотреть Что Рост ВВП Дает И кто Дает Рост ВВП Если Это Те Месторождения Которые Начинают Производство Добычу И эта Ся Продукция Уходит За пределы Казахстана То эти деньги Не работают На Казахстан Никаким Образом ВВП Растет А положение Дел Жителей Казахстана Ухудшается Потому что Жизнь Требует Дополнительных Затрат Социальных Затрат Повышение Пенсии Повышение Зарплаты И так далее И так далее А где Все это Брать Потому что Практически Нет у Казахстана Возможности И начинается Выискивание Продление Возраста Выхода На пенсию И так далее И так далее Объединение Возраста Пенсионного Мужчин И женщин Делает Одинаковый Возраст Выхода На пенсию Для мужчин И для женщин Вот это Те непопулярные Меры Которые Негативно Сказываются На имидже Авторитета Зарбаева Он сейчас Ищет Пути Народ Понимает Что интеграция Это Благо Для всех Народов А вот На пути Этой интеграции Стоят Вот такие Никчемные Я бы сказал Претензии Ну просто Несерьезно Слышать Это изуш Руководителя Одного Из государств Просто Несерьезно Эти вопросы Решаются Телефонным Звонком Одного Руководителя Государства С другим Руководителем Государства И контроль Над действием Соответствующих Членов Правительства Которые Участвуют В этом Процессе Все будет Двигаться Вперед Если есть Желание Спасибо Большое Виктор Вячеславович За интересное Мнение Спасибо За интервью И до новых Встреч Спасибо Алексей До свидания Редактор субтитров